Да, как быть человеку на войне, если он видит, что он попадает в плен, окружён? И сейчас вот, и что будет? Да, что и что будет? Вы знаете, когда наша делегация, по-моему, в Страсбурге, кажется, это было, показали видеоплёнки, которые были захвачены во время Чеченской войны. В видеоплёнке, где фиксировались те страшнейшие пытки, которым подвергались наши военнопленные, то говорят, что многие не выдерживали, убегали из зала даже, закрывали глаза. Это что-то было жуткое и невыносимое. Я вам скажу так, что война – это совершенно исключительная ситуация. Это не обычная ситуация, в которой мы живём в жизни. Это исключительная ситуация. Ситуация, когда идёт действительно борьба насмерть. Вы знаете, кончает ли жизнь самоубийством тот, который бросался его с гранатами под гусениц танка? Ну, конечно же, нет. Или тот, который, знаете, пробирались в тыл, пробирались там, прятались в самом-самом, что называется, скоплении, например, каких-нибудь войск или прочее. И по рации вызывал огонь на себя. Нет, конечно, тоже. Вот и здесь тоже, когда вот в такой ситуации, которую можем при себе представить, что он остался там один, вот, и тут уже сейчас он будет схвачен, и можно полагать, чему он будет подвергнут. Да. Я думаю, что и здесь он имеет полное право взорваться, например, вместе, вот, со всеми, которые его окружают. Да. И тут вот я могу высказать только личное мнение, ведь я всегда предупреждаю. Одно дело, когда я вам предлагаю официальную доктрину церкви, утверждённую соборами, и другое дело – личное мнение. Да. Мне кажется, в данном случае подходит вот какое рассуждение, о котором говорят святые отцы. Безумен тот, кто берёт на себя больше своих сил. Слыхали такое? Например, подию берёт на себя, превышающие его силы. В данном случае, вот, мне кажется, и тут, тоже на войне, ситуация подобна этому. Зная, что будет. Так? Зная, что будет. Так? Мне кажется, что он поступит правильно даже, если, может быть, пустит последнюю пулю в себя. Мне так кажется. Очень возможно, что я ошибаюсь. Из-за этого мне на орехи достанется то, что я вам сейчас говорю. Ух, ещё одна ересь. Но я вам говорю, не как церковные учения. Слышите? Мне так кажется. Особенно зная. Зная, уже даже зная, что будет. Вот. И здесь идёт война. Человек, который, может быть, знает даже какие-то военные тайны, которые он не сможет не выдать просто перед лицом этих жесточайших пыток. Мне кажется, что в данном случае, если это и будет грехом, то одним из самых, мне кажется, простительных. Я не могу тут, по крайней мере, рассматривать в такой вот ситуации этот факт, как именно то вот самоубийство, самоубийство, против которого идут самые решительные прещения церковных канонов. Мы не можем требовать от человека подвига, превышающего его сил. Слышите? Не можем. Помните, мы с вами когда говорили об абортах? Что если женщине грозит смерть, врачи устанавливают, грозит смерть, у неё другие есть дети. Помните, какое решение? В основах социальной концепции. Что церковь здесь не может налагать на неё, налагать на неё тех, ну, тех требований, которые предъявляются по отношению к абортируемым. Аборт – да, это убийство. Но когда это грозит уже, один врач, другой, третий, разный, независимый друг от друга, прямо утверждают, а у неё дети, и прочее, то здесь, помните, церковь относится с нисхождением в таком случае. И даже не отлучает её от причастия, а только налагает определённые, ну, сказать, молитвенные правила. Вот. И всё. Вот. Поэтому мне кажется, что и здесь мы должны подойти точно с таким же критерием. Точно с таким же. Так мне кажется. Никому только не рассказывайте. Конечно. Да. Алексей Ильич, а вот мне вот священник рассказывал такой случай в своей практике, что к нему подошёл человек и говорит, я хочу покончить жизнь самоубийством. И вот. Ну, поставил его в известность и бросился бежать. Ну, священник его поймал, как бы. Ну, там, старался его уговаривать и что-то делать, но всё безуспешно. И там, как бы, сдал милицию, но дальнейшую его судьбу не знает. Как вы думаете, вот, если человек ставит в известность о своём намерении, является ли это тоже, ну, каким-то, ну, отпечатком, то есть греха, то есть на тебя накладывается грех за то, что ты не смог его переубедить или что-то сделать? Вот как быть в данном случае? Нет. Я вам скажу так. Если есть возможность у вас, какая есть возможность человека избавить, да, но сам Христос не мог даже спасти тех, кто не хотел этого. Помните? Самого Иуду даже не смог спасти. Одного из двенадцати. Так что нет. В этом-то отношении можете быть спокойны. Беда будет только тогда, когда человек обратится с этим, а вы, так сказать, несётесь к этому достаточно равнодушно. Вот. Без души, без сердца. Вот тогда, да, тогда это будет... И сам священник тогда почувствует, что он сделал. Когда надо проявить максимальную, так сказать, заботу, любовь, он достаточно спокойно, инертно отнёсся. А так нет. Разве можем спасти? Сам Бог не может спасти нас без нас. А что же мы сделаем? Своей стороны, ещё раз повторяю, да, должны попытаться, поговорить. На моих глазах, знаете, какой был случай интересный? Пришёл к священнику, никакой, ну, Никону Воробьёву. Как такой, ну, им лет шестьдесят было, всё, пришёл, заплакал. Говорит, батюшка, благословите меня удавиться. Жена змея подколодная заела меня совсем. Благословить всё. Пришёл за благословением, представляете? Ну, вот это вот другое дело. Жена его заела. Ну, что ты будешь делать, да? Ну, батюшка почему-то не благословил ему, представляете? Ну, и кажется, он продолжал всё-таки так жить. Всё нормально. Ну, без благословения нельзя же, правда же? Вот такие вот вещи бывают. Да.